Тебе удалось предотвратить уж... Всем хелло, ребят. Как-то я сделал видео про фейлы в локализации игр, но многим не зашло, потому что в том видео я рассматривал только ошибки зарубежных озвучек. Я прислушался к вам, и вот вторая часть. Но теперь будут только продукты ошибок отечественных локализаторов. Меня зовут Никитон, и это 15 фейлов русской озвучки в видеоиграх. Dragon Age Origins Всего на просторах интернета мне удалось найти 11 фейлов в русской озвучке, любимой многими геймерами первой части Dragon Age. Да, 11, я не ошибся. И я уверен, что для многих эти ошибки не будут новые, так как опять же многие прошли эту игру и облазили её вдоль поперёк. Ну и к тому же я слоупок, который пропустил эту волну абсурдных ошибок в локализации Dragon Age. Пожалуй, самый знаменитый фейл звукарей это Ёперный театр. Ясно дело, что многие видели, но давайте взглянем на это ещё раз. Белин присылает вместо себя в совет помощника. Варта Гагаворна. Ёперный театр. Белин присылает вместо себя в совет помощника. Наверняка у всех нас были подобные речевые ошибки. Если так, она относится скорее к правдивым, к чем к забавным. Чем к забавным. Да. Когда прочёл и думаешь, а правильно ли? Должна признать, что я хоть и не разделяла скептицизма отца. Скептицизма, блин. Скептицизма. Ну, тут без комментариев. Страш ты, как всегда, щедр. Страш ты, как всегда, щедр. Фух, страшно. А всё же он убил всех тех... А всё же он убил, да? А всё же он убил всех тех людей. И даже не отрицает этого. Это надо просто смотреть. Я не узнаю тебя, эльф. Постой. Это кровь? Вы, разбойники! Мятежники! Преступники! Стража с вами быстро! Ты не представляешь, как долго ждал тот инородец? Да, я поняла. Всё, я стрелась. Там без сомнения решат, что с вами делать. А пока мы позабо... А пока что мы позаботимся о ваших раненых. Пожалуй, моменты, когда вдруг по каким-то причинам сменяется актёр, и персонаж начинает говорить иным голосом, знакомый наверняка многим из нас. Не дурная ночка, а, Страж? Не дурная ночка, а, Страж? До нас, бедных эльфов, никому нет дела. Ты можешь нам помочь? Что за славная новость. Быть может, наши пожитки ещё там? О, хвала создателю! Спасибо! Спасибо! Сделав вывод, хочется сказать, что русская озвучка, да здесь на самом деле неплохая. Но подобная халатность тех людей, которые ответственны за тайминг звуковых дорожек, может омрачить прекрасную игру, оклемив такой позорной работой. Dead Island Следующей по счёту идёт игра Dead Island, для которой, видимо, нанимали одного и того же звукового редактора, что и для Dragon Age. Потому что зафейлиться ещё 16 раз, это чего-то стоит. Нет, ну в общем, вы обязаны это посмотреть и услышать сами. Если Dragon Age не заставила вас улыбнуться, то Dead Island, я думаю, это точно удастся. Идите по берегу. Идите по берегу, это кратчайший путь. Если я перестану себя контролировать, то не хочу, хочу... Если я... Если я перестану себя контролировать... Так вы хотите сжечь этих ублюдков? Так вы хотите сжечь этих ублюдков? Или как? Но я должно быть спутал запах мертвецов и запах плесени. Но я должно быть спутал запах мертвецов с запахом плесени. Мне только нужны пустые бутылки. А если в них будет... Дубль. А если в них будет виски, тем лучше. Если что и может пробиться через тоннель, так это пипап. А если что и... Если что и может пробиться через тоннель, так это пикап. Мой напарник Кен попытался... Мой напарник Кен пытался тут пройти Начинаю задумываться, не имеют ли военные к этому... Еще раз Начинаю задумываться, не имеют ли военные ко всему этому прямого отношения Черт, это все наша еда И что мне сказать этим людям? А, в этом смысле Я думал у него с желудком плохо Черт Того, что вы привезли... Того, что вы привезли, нам хватит еще на пару недель Нам нужны перевязочные материалы и дезинфици... Нам нужны перевязочные материалы и дезинфицирующие средства Дайте мне какую-нибудь аптечку или... Дайте мне какую-нибудь аптечку или немного бинтов Я себя подлатаю Я бы занялся, но мне нужно наблюдать за входом Я не сомневаюсь, что вы справитесь Главный предохранитель генератора нужно заменить Замену можно найти на складе рядом с лабораторией Короче, в этой дыре полно уродов и ублюдков Но этот тип нечто особенное Короче, в этой дыре полно уродов и ублюдков Но этот тип нечто особенное Прикиньте? Стой, почему дверь открывается? Что за фигня? Дай-ка попробую еще раз А может быть... Подождите, а может быть не открывается? Черт! Надеюсь, я не похерил всю электронику Ну а это, пожалуй, мой любимый фейл во всем выпуске Я прослежу, чтобы он их принял Тебе удалось предотвратить Ужасную катастрофу Готика 2 Наверняка сейчас часть зрителей уйдет писать в комментарии Какой я вообще слоупой, хотя об этом говорил сам И ставил то, что общеизвестно вообще во всем сообществе геймеров очень давно Но так как это некий сборник, то думаю, лучше этого не делать И просто пересмотреть эти лучшие моменты В целом, мне запомнилась великая цитата Лотара Ты даже не гражданин И острогумная шутка про церковь А где мне найти церковь? О, господи Неужели Иннос ослепил тебя? Где церковь? О, боже, и куда же она подевалась? Да, это не фейлы, но показать вам их я просто обязан был Ну а теперь по любимым фейлам звуковиков Люсия, девушка, похищенная бандитами Решила присоединиться к ним По всей видимости, она... Блять Я уничтожу тебя Твой взор потухнет И твой дух растает во тьме Без этого амулета вызовы, блять Скрэпланд Почему-то я сомневаюсь, что много кто помнит об этой игрушке четвертого года Но она примечательна в кругах русскоговорящих людей В первую очередь за акеловский фейл с озвучкой Я нашла Триториуса Тебе нужно выбить в него Блять, выбить в него, да? Сейчас The Elder Scrolls 4 Oblivion В прошлом своем видео я также говорил об озвучке в Обливиане Но то была английская версия игры Сегодня же мы рассмотрим парочку фейлов от отечественных локализаторов К примеру, играя в любимую многими четвертую часть свитков Вы могли слышать от страшника странное словосочетание Которое идет после привычного Да пребудет с тобой Талос Косяк ли звуковиков это или нарочно оставленная пасхалка Что наименее вероятно Неизвестно Но фейл забавный Да пребудет с тобой Талос Да пребудет с тобой Фалос Также уже привычная для нас неожиданная замена Голоса Ааа, наш новичок Лучший источник информации Нищие Похоже, ничто не скроется от их глаз и ушей Reason 2 Многим знакома такая замечательная серия игр, как Ризен В свое время для меня первый Ризен был заменителем Скайрима Со своей непередаваемой атмосферой и механикой Но позже вышла и вторая часть К сожалению, богатая на фейлы в озвучке Кроме уже обычных для нас ошибок в нарезке аудиодорожек В игре также есть это Мара вот-вот уничтожит человечество А ты играешь со мной в свои игрушки И персонаж, который всегда перед тем, как начать говорить, просто молчит Сколько я тебе должен? Вообще-то мне следовало бы взять вдвое больше Мерзавец ты На Токаригуа есть опорный пункт инквизиции Ты должен подобрать правильные составляющие и знать тайные ритуалы А у меня предложение, а зачем мы будем слушать? Или простое обрывание речи персонажа без каких-либо на это причин Также частенько можно заметить, что речи актеров не соответствуют субтитрам Как ты видишь, мне все удалось Вот видишь? Я же говорила, что мы расправимся с Марой Не теряй так надежду, крошка The Elder Scrolls V Skyrim Вы не ожидали, и я не ожидал Но тем не менее, один ляп в русской озвучке проскочил в его финальную версию Одной из любимых, если не любимых игр многих геймеров Пуст трон Шора Его лик слишком светел для смертных очей А, понятно Сила Шора защищает этот чертог Assassin's Creed Многие, в том числе и я, запомнили Assassin's Creed Именно за отвратительную русскую локализацию Мало того, что голоса у актеров, мягко говоря, ну не очень подходили Так еще множество фраз произносились не в унисон с мимикой персонажей А еще, кто помнит, были офигенные выкрики и кряхтения Когда главный герой или другие NPC атаковывали друг друга Такое ощущение, что они были записаны отдельно на микрофон какого-нибудь старого телефона Но лучше не рисковать Я поспешу домой И еще долго не буду высовывать оттуда носа Да кто ты такой? Юретик! Неверный! Яху! Какая мерзость Кто-то должен остановить это Call of Duty Black Ops 3 Сколько не будет пинать третий Black Ops, его испинают еще В целом, думаю, многие согласятся, что озвучка в третьей части выполнена отнюдь не на профессиональном уровне Чувствуется, что реплики озвучены неопытными актерами Хендрикс Он просто порешил всех, кто был на пути Если актерами вообще И даже порой у этих недоактеров бывали казусы с дикцией И иногда было вообще непонятно, что сказано Террористическая группировка подорвала поезд Предотврати это Так или иначе, эта часть навсегда запомнилась нам благодаря великой цитате про поезд Бум Результат? Поезд сделал Бум The Last of Us Одно из самых лучших игр на PlayStation постигла участь отратительной локализации В русскоговорящем геймерском сегменте постепенно возникали споры Насчет противоречивой озвучки персонажей и корявого перевода Дело в том, что в оригинале почти всегда чувствуется интонация персонажей То, что они хотели передать И ты им веришь Ну и к тому же там есть трой Ладно, если бы только озвучка пострадала Хотя и это очень важно Но нет, 1С пошли ведь дальше И понавпихали свою фантазию везде, где только можно Светлячков заменили на цикад Да вообще там куча подобных моментов Я полный разбор делать не буду Ибо выйдет такой же по длине выпуск Поэтому оставлю ссылочку на замечательный разбор всей локализаторской отсебятины в описании Вот, к примеру, пара моментов для того, чтобы понять масштабы ошибок локализаторов Кислород Потому что город воняет Он тут был? Да, недавно Вот и наш мост Мы приближаемся Мас-эффект Фанаты Мас-эффект не дадут мне соврать Большинство геймеров встретили в штыки и озвучку первого Мас-эффект Некоторые голоса, ну, совсем не подходят их персонажам Другие, а это почти все голоса в игре, говорят совершенно безэмоционально Почти всегда такое ощущение, что это какая-то старая и убогая озвучка из 90-х Обидно осознавать Ведь в будущем Electronic Arts могли бы дальше делать великолепную озвучку Если бы не ужасный опыт с первым Мас-эффектом Найлус сделал вам комплимент А вы его ненавидите Если ты вышел из сортиры и при этом не забыл застегнуть комбез Это хорошо Ожидаете проблем? Я всегда ожидаю проблем Ведьмак 3. Дикая охота Пока некоторые из вас не начали бросаться у меня тапками Мол, как это так? В игре довольно хорошая же русская локализация И черт, я не могу с вами не согласиться Озвучка и перевод в целом просто потрясающе Чего только стоит барон Ну че, ты хочешь меня нахер послать? Милости просим, сука, давай Я тебя тогда тоже нахер пошлю Ну и че? Обнимемся вместе, пойдем, да? Эта игра просто квинтэссенция лучшего в гейминге Хотя и прозвучало это как-то фанатично, но со мной многие согласятся Наверное, как вы уже догадались, сейчас есть проблема русской локализации в неграмотной обработке звука в игре Практически все дорожки с голосом подстраиваются под время на другую озвучку И дабы не выйти за рамки, ускоряется, когда нужно И буквально многие диалоги из игры были жестоко испорчены Только благодаря этой грубейшей недоработке непонятно кого То ли издатели, то ли сами разработчики постарались Император вас амнистирует Надеюсь, мы можем тебе доверять Надеюсь, мы можем тебе доверять Это наследница фельдмаршала Дуба? Откуда она у тебя? Тебе нужны какие-нибудь ингредиенты для заклинания? Жаль, я не умею плакать Ведьмы не терпят пришельцев, зато местным помогают Звучит как скверная шутка Обычно, когда у него были трудности, он пропадал А на следующий день появлялся в другом обличии Но в тот раз он не вернулся Вы колдунья еще есть в подлесье, но я о ней мало знаю Она здесь недавно объявилась Если Леонетка ходила к кому-то, то скорее к колдуну Я знал одного человека, который насмехался надо всем Даже над бедами Здравый подход Думаю, он дожил до глубокой старости Resident Evil 3 Под конец хотелось бы пробежаться по пиратским озвучкам И упомянуть пару игрушек Вот, к примеру, третий Resident Который выходил еще на первый PlayStation Ладно, пора выбираться отсюда Что? О чем ты говоришь? Я потерял там свою дочь Как ты можешь советовать мне выйти на улицу? Нет Я никуда не пойду Tomba 2 Ну и как же без пиратской озвучки второй Tomba Которая просто разрывает все шаблоны Ооо, как хорошо Тебби это делает лучше всех О, Чарльз, какой же ты Ты приходишь сюда только, чтобы пожрать Что ты говоришь? Мы столько проделали работы Ты даже не знаешь, где мы находимся Вы двое Чуть-чуть изменились Гульман Говоря об абсурдных моментах в озвучке видеоигр Я не мог не сказать про известную Благодаря Илье Мэдисону игру Гульман До сих пор ходят споры Является ли этот проект шуткой Но когда есть такая шикарная озвучка Поверьте, это не важно Где же этот артефакт? Я дарить его в корень Где же скрываются эти ценные штучки? Я иду к вам Сейчас я пощикачу вас своим лазером И на этом, пожалуй, и все Огромное спасибо, что до сих пор смотрите видео Потому что вот-вот уже конец И мне дико приятно, что вы еще со мной Отдельное спасибо тем, кто откликнулся в комментариях к прошлому видео Без этих ребят, наверное, не было бы и половины того, что я нашел И я знаю, что охватить весь спектр фейловых озвучек мне сегодня не удалось Поэтому, если хотите, пишите в комментарии Если я забыл упомянуть какую-то реально фейловую озвучку от наших локализаторов Будет интересно почитать не только мне, но и всем зрителям Чуть не забыл Обязательно добавляйтесь ко мне, друзья вконтакте, если еще не добавились Ну и подписаться на инстаграм можете, если хотите Ссылочки, если что, будут в описании Ну а с вами был Никитун Надеюсь, что мы с вами еще услышимся в новых видео Субтитры сделал DimaTorzok